Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и, как всегда, мы обсуждаем самые актуальные темы. В преддверии Международного женского дня в Якутске в перинатальном центре заработала женская консультация. В скором времени здесь будут принимать первых роженец. О том, что значит открытие перинатального центра для республики и как может повлиять это на демографическую ситуацию региона, мы поговорим сегодня с заместителем министра здравоохранения Людмилой Вербицкой. Людмила Ильясовна, я вас приветствую. Более 90 перинатальных центров по всей стране должны быть открыты к концу 2018 года. Скажите, наш перинатальный центр какой по счету и когда же он заработает уже в полную силу? Он в тридцатке перинатальных центров. Мы вошли уже достаточно давно и 4 года, как мы строим перинатальный центр. Сейчас он выстроен, мы его сдали. И, конечно, его влияние в демографическую ситуацию республики Саха-Якутия, оно превалирующее, потому что это прежде всего сохранение детских жизней и сохранение женского здоровья. Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию важную роль отвел именно демографическая ситуация. Вот какую именно роль, какая роль отведена перинатальным центром? Я уже обозначила, что это прежде всего выхаживание маловестных детей, сохранение жизни и, конечно, это сохранение беременности. Скажите, а кто может попасть в новый перинатальный центр? Должны быть какие-то показания, направления из женской консультации или пожелания? Сегодня мы определили так, что перинатальный центр будет принимать всех женщин и города Якутска, и республики Саха-Якутия. Единственное, что распределение сегодня у нас два перинатальных центра, и в зависимости от патологии или от физиологии женщины от ее беременности будет уже распределение по тем нозологиям, которые определены первый или второй перинатальный центр. Но все женщины нашей республики будут рожать в комфортных современных условиях при современном оборудовании. Необходима будет какая-то предварительная запись для того, чтобы попасть на прием? Нет, нет. Единственное, что мы говорим о том, что это прежде всего о наблюдении в своих поликлиниках по месту жительства, и затем уже сам акушер-гинеколог решает, в какой перинатальный центр женщина пойдет рожать. То есть, вот вы говорите о двух перинатальных центрах, то есть они так и будут работать, или все-таки постепенно... Нет, они оба будут работать. Скажите, чем отличается новый перинатальный центр, к примеру, от медицинского национального центра? В чем там особенности какие-то? Прежде всего, в новом перинатальном центре это современные организационные технологии. То есть, это те направления, которые не было у нас в предыдущей. Мы там открыли отделение катамнеза. В новом перинатальном центре будет также работать отделение, которое мы откроем в ближайшее время. Это стволовые клетки. Это то есть направление, которое инновационно развивает акушерство и гинекологию. И, конечно, мы говорим о тем современном оборудовании, которое сегодня стоит в перинатальным центрах новым. Она более современная, она более адаптирована к женщине. И самое главное, что перинатальный центр, который новый, он обладает очень хорошими, комфортными условиями. То есть, мы сегодня говорим о качестве жизни не только населения, но и о качестве жизни пациентов. И когда говорим, что беременность и роды это не только патология, а это все-таки хороший такой физиологический процесс, да, это счастье. Поэтому счастье, рождение должно быть в очень комфортных, хороших условиях. Скажите, а вот что за такие технологии по стволовым клеткам? Могли бы немножечко поподробнее, что это для нас будет значить? Это направление, которое идет, и стволовые клетки, они функционируют в организме на развитие. То есть на омоложение, на борьбу с, допустим, онкологией и так далее. А и стволовые клетки, мы получаем их из плаценты. Поэтому именно вот там, где есть плацента, и будем развивать разработку стволовых технологий. Скажите, а вот благодаря вот этим высокотехнологичным способам развития медицины нашей, будет ли значит, что в нашем центре, допустим, сейчас принято говорить о том, старородящий после 30-35, изменится как-то ситуация в связи с новым оборудованием, с новыми технологиями? Вы абсолютно правы, потому что вот перинатальный центр, он именно и необходим. Сегодня достаточно большой процент женщин, те, которые уже повторно родящие, те, которые идут с беременностью третьей, четвертой. И именно вот это направление нам необходимо поддержать. То есть это не только, допустим, это уже, мы понимаем, что это не физиологические роды. Это роды, которые идут с различными изменениями, идут на фоне заболеваний мамочки, да, идут на фоне того, что ребенок вынашивается длительное время, и мы понимаем, что он уже физиологически может быть не таким зрелым, как при беременности у более молодой женщины. И именно с этой целью перинатальные центры в том числе и открываются, и строятся. А какие виды еще будут именно высокотехнологичной помощи развиваться? Самая высокотехнологичная медицинская помощь – это, конечно, выхаживание маловесных детей, потому что это уникальные методики. Это представьте, что ребеночек рождается буквально размером с ладошку, и вес у него всего лишь 500 грамм. И вот эти технологии современные, они позволяют выходить ребенка до зрелого возраста и сделать так, чтобы физиология его организма уже работала и жила. То есть заменить необходимо утробу матери. Представляете, какие температурные условия надо подключить, какое питание надо обеспечить, да, чтобы, по сути, сделать искусственную матку, искусственный организм матери. И в этом организме должен ребенок выжить. Мало того, что вырасти и быть интеллектуально развитым, физически должен быть развитым. Вот это наша задача. А что касается экстракорпорального оплодотворения? Экстракорпоральное оплодотворение, оно остается, но оно остается у нас в перинатальном центре номер один, там, где у нас уже есть и помещение, и люди, и стоит оборудование. То есть в женской консультации здесь они могут наблюдаться, но при этом основное, то, что связано с ЭКО, будет проходить в стенах перинатального центра номер один. Построить центр – это половина дела. Все-таки как у нас обстоят дела с персоналом? Ведь качество медицинской помощи зависит от квалификации врачей. То есть хватает ли у нас их? Как обстоят дела? Да, с медицинскими кадрами у нас сегодня нет проблем, потому что мы в течение четырех лет готовили специалистов. Последние два года выпуска – это 2016-2017 годы – это и медицинский колледж, и медицинский институт. Все наши специалисты, они были целенаправленно отправлены на работу в перинатальный центр. И мало того, мы их готовили, мы их готовили на наших клинических базах, в наших медицинских организациях. То есть люди уже набирали опыт, работали в перинатальном центре, работали в городском родильном отделении и работали в женских консультациях. Сегодня они все перешли в перинатальный центр. Людмила Ильясовна, а сколько всего человек будет работать в перинатальном центре? Около 600 человек. Медиков около 600 человек. А какие площади? Большой это центр? 30 тысяч квадратных метров. 30 тысяч. А палат сколько? Это практически 8 этажей, но с техническим этажом. Вот. И это огромное количество помещений. И сегодня я вам должна сказать, что вот на женщину, которая с ребеночком родит ребенка, для нее палата сегодня составляет 20 квадратных метров. То есть на одного человека? Это на одного человека, на одну женщину 20 квадратных метров. Поэтому это даже сверх норматива. И сегодня, когда мы говорим, что даже если рождаемость будет увеличиваться... Но это не одноместная палата? Это одноместная палата. Одноместная. Одноместная палата 20 квадратных метров, в которой есть холодильник, в которой есть телевизор, в которой есть отдельно санитарный узел с душем. То есть европейские стандарты полностью. Да. Это, по сути, вот такой апартамент. Скажите, а вот как-то отличается наш перинатальный центр от каких-то других российских или... Нет, перинатальные центры типовые. Типовые. Поэтому, когда мы этот перинатальный центр обговаривали, то уже, вы же видите, постепенно осталась снижаться рождаемость. Поэтому мы сегодня сделали перинатальный центр на 130 коек. Но я вижу, что и мы все с вами понимаем, что политика государства, ту, которую проводит Владимир Владимирович Путин, она ведет к тому, что рождаемость будет увеличиваться. И, естественно, мы понимаем, что этот перинатальный центр на сегодня может работать на 190-200 коек. То есть вот благодаря этим огромным территориям, площадям, мы можем расширить перинатальный центр. Людмила Ильясовна, ну, качественная медицинская помощь, это один из главных пунктов послания главы государства Федеральному собранию, говорится и о том, что именно финансирование здравоохранения будет увеличено вдвое. Скажите, по вашему мнению, куда в первую очередь нужно направить эти средства? Ну, я должна сказать, что это уже определено в послании. И сегодня мы говорим, что это прежде всего онкология. И вот уже начиная с 2018 года заработает программа, которую сегодня уже утвердил Минздрав Российской Федерации. Это обеспечение медицинским оборудованием наших детских поликлиник. Это очень важно. И уже вышло распоряжение правительства, по которому определено финансирование для республики Саха-Якутия. Вот буквально на днях. Скажите, также в послании определено главой государства довести уровень жизни до 80 лет, средняя продолжительность жизни. Скажите, от каких факторов, на ваш взгляд, это влияет? И может ли так стать, что наша республика станет регионом долгожителей? Есть ли у нас на это предпосылки? Есть. И, ну, наверное, три составляющих обозначу. Первое – это то, что у нашего населения генетически и наследственно есть ген долгожительство. Наша самая главная задача – все это сохранить. Сегодня в республике Саха-Якутия есть действительно и уникальные технологии, и направление сохранения. То есть медицина сегодня делает все возможное при поддержке правительства, при поддержке Егора Фанасьевича Борисова. Мы сегодня развиваемся и должны сказать, что мы одни из лучших регионов ДВФО, где развита медицинская помощь. Единственное, у нас территория дальняя. А третье, самое главное состоящее, на которое бы я хотела отметить, это забота населения о себе. Сегодня это имеет очень большое значение. И если мы начнем себя любить и начнем себя беречь, к чему я хочу обратиться к всему нашему населению – берегите себя, любите себя, и поверьте мне, что мы будем жить долго и счастливо. Людмила Альясовна, я благодарю вас за беседу. Ну, конечно же, в преддверии 8 марта хотелось бы вас поздравить с этим праздником, вам тоже пожелать всего самого хорошего, берегите себя. И буквально пару слов нашим будущим мамам, нашим настоящим мамам, нашим девочкам, бабушкам и так далее от вас. Да, я хочу поздравить все наше женское население, наших девочек, наших подростков девочек, наших женщин, наших, наверное, и бабушек. С наступающим днем 8 марта хочу вам пожелать светлого неба над головой, мирного неба, чтобы все у вас, все ваши мысли сбывались. Дай вам Бог счастья, благополучия и, самое главное, здоровья. Берегите себя. Это у нас в гостях была заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Людмила Вербицкая. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова